Транспортный передел в Рыбинске. Автобус у нас будет очень редко. Какова судьба пятого троллейбуса в Рыбинске? На прошедшей неделе прошла встреча всех заинтересованных сторон. Учился у немцев и финнов. Теперь растит голландскую клубнику на Ярославских полях. Зона рискованной земледели везде, в любой стране мира. Как сейчас работает клубничная ферма в Ярославской области? Шествие бессмертного полка в стране перенесли, а в области появился памятник молодому солдату. Я как человек-патриот, то, что мне стало стыдно и больно за это. Все закончилось новой достопримечательностью на карте области. Как простому жителю деревни, есть нищие, удалось отреставрировать памятник молодым воинам Великой Отечественной войны. На дороге Ростова выходят бродячие артисты. Горячие пирожки! Вот на память подходим, не стесняемся! Превратить ларек с пирожками в подмостки – творческая идея, на которую ребята получили грант на форуме Таврида. Когда и для кого будут давать спектакли? Из-за океана в локомотив нападающий Торонто Егор Коршков может вернуться в Ярославль. На прошедшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2019 год, фактически доложил о принятых мерах по сдерживанию коронакризиса и дальнейших планах по восстановлению экономики. Это день в событиях итоги недели. Меня зовут Александр Веретельник. Здравствуйте. Экономика нашей области также, как и все остальные, испытывает трудности из-за длительного периода ограничительных мер в связи с эпидемией. Однако все это время велась работа по улучшению условий в регионе для привлечения инвестиций. Понятно, что без этого невозможно не только восстановление, но и дальнейшее развитие области, которая исторически всегда была крупным промышленным центром. У нас есть все – удачное географическое положение, близость к федеральному центру, производственные площадки, хороший кадровый потенциал. Необходимо было доработать местное законодательство в части создания привлекательных условий для инвестора, отладить механизм взаимодействия различных структур, которые принимают участие в инвестиционном процессе, чтобы все возникающие вопросы и проблемы решались на месте быстро и эффективно. И вот первые итоги. С 18 на 10 место. Ярославский регион в топе самых инвестиционно привлекательных. Все это благодаря 10 точкам роста и территориям опережающего развития. Гаврилов-Ям – одна из таких. Там стремительными темпами развивается технопарк, благодаря которому помещения под свое производство получили уже десятки малых и крупных компаний. Наши корреспонденты продолжат. Новейшее телекоммуникационное оборудование на Гаврилов-Ямской земле. Именно в этих цехах зарождаются напольные, настенные, антивандальные и серверные шкафы, а также оптические тросы, стойки и различные к ним аксессуары. За последние годы оборудование компании завоевало популярность крупных интернет-провайдеров. На достигнутом не останавливаются. Мы работаем, расширяем свой круг, пытаемся сейчас разрабатывать новую продукцию, новые виды. Это, как сказать, продукции, связанные даже с медицинским оборудованием. У нас было несколько заказов, связанных с выпуском продукции для ЭВЛ, шкафов. Поэтому мы стараемся идти в новую саду. В настоящее время у нас работает всего 6 человек на предприятии. Работаем две смены для того, чтобы более полноценно использовать имеющиеся у нас станочные пары. В среднем у нас в месяц выходит около 300-400 шкафов. Это крупных единиц, ну и различных мелких единиц, как оптические косы, ну около тысячи. Производство базируется на одной из площадок крупнейшего технопарка, который выстроили на месте когда-то обанкротившегося льнозавода. Отмечу, что Гаврилов Ям входит в тройку территорий опережающего развития, наряду с Ростовом и Тутаевым. Сейчас технопарк дает площадку для производства более чем 40 разнопрофильным компаниям. От пошива обуви до металла и деревообработки. Своим резидентам технопарк предоставляет весьма выгодные условия взамен честно работать и вовремя выплачивать зарплаты. Изыскиваем сейчас возможности, как самим делать те продукты и помогать тем предпринимателям, вот конкретно, то есть утепление. Оборудование у людей есть, мы помогаем им помещение бесплатно совместно на приблизительно будущую прибыль. Изготовление там резиновой крошки для детских площадок и это. Очень много чего сейчас думается. Мебель, стекольщики. Я всем уже высказываю, то есть забивая площади, мы даем возможность людям развиваться, ориентированной на будущую прибыль. Напомню, Ярославская область вошла в первую десятку лидеров инвестиционного рейтинга регионов. Это результат планомерной работы правительства области в рамках стратегии социально-экономического развития «10 точек роста». Это отражение тех изменений позитивных, которые произошли в регионе. Именно по работе с инвесторами, по работе с предпринимателями, по развитию этого направления. Мы видим, что это дает такие результаты, что у нас продолжают активно приходить инвесторы, продолжают развиваться существующие предприятия именно на нашей территории. Им здесь комфортно, удобно. И мы надеемся, что дальше будут появляться у нас и новые технопарки, и новые резиденты. А для того, чтобы инвесторов и резидентов становилось еще больше, в правительстве рассматривают создание новых экономических зон. Это позволит развивать производство не только в моногородах, но и за их пределами. Павел Волков, Никита Белохвостов и Антон Комаров. День в событиях. Пока инвесторы принимают решение вложить средства в экономику региона, действующие промышленности и предприниматели восстанавливают свой бизнес. Процесс этот непростой, требует много усилий, в том числе и материальных. И здесь областное правительство в взаимодействии с федеральным центром продолжает реализовывать программы поддержки бизнеса и населения. 21 миллион рублей предпринимателям. Именно столько за последнее время взяли бизнесмены в кредит. Выгода в низкой процентной ставке. Полученные деньги предприятия тратят на поддержание своего дела, зарплаты сотрудникам и все то, что выведет бизнес из кризиса. Такой услугой воспользовалась одна из компаний перевозчиков негабаритных и тяжеловесных грузов. На полученную сумму предприятию удастся произвести ремонт, оплатить аренду, купить запчасти для автомобилей. Возможно, рассмотрят вариант с лизингом. Это еще одна опция от Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Аренда оборудования с льготами. Сейчас в Ярославской области активно пользуются мерами поддержки предпринимателей не только из наиболее пострадавших отраслей, но и другие оставшиеся в стороне ранее бизнесмены. Нам была предложена определенная сумма и процент нас немножко удивил. Это было очень, ну, как процент был низкий. Он составлял на данный момент поставки рефинансирования. Это по 4,5%. Документы мы собрали, наверное, дня за три, за четыре. А рассмотрение все происходило где-то в течение двух-трех недель. Региональная лизинговая компания для предпринимателей всех отраслей, во-первых, сделала реструктуризацию всех желающих, кто обратился, во-вторых, разработала специальные антикризисные меры и пакеты. Соответственно, снижен срок, точнее, увеличен срок возможного лизинга, снижен первоначальный взнос и снижены требования к лизингополучателям. Ярославская область всегда была известна не только промышленностью, но и сельским хозяйством. Несмотря на то, что наш регион относится к зоне так называемого рискованного земледелия, тем не менее продукция местных сельхозпроизводителей была известна за пределами области и всегда пользовалась большим спросом далеко за пределами региона. Достаточно вспомнить, например, знаменитый лен. Но сейчас речь пойдет не о нем, а о клубнике. В ростовском районе в поселке Петровское продолжается сбор урожая клубники. И хотя погода этим летом, мягко говоря, неблагоприятная, первые саженцы уже дали свои плоды. Собрано более 40 тонн ягоды. Подробнее о том, как зародилась клубничная ферма в Ярославской области и почему ягоды на ней выращиваются именно голландские, узнала моя коллега Дарья Кос. Дефицит 90-х сделал из Юрия Фомина клубничного фермера. Мужчина рассказывает, в те годы только вернулся из армии. Первое, что захотел по возвращению домой – клубники. Но ее оказалось негде купить. Тогда я решил, если на прилавках дефицит, значит выращу свою и много. Сейчас на участке в Петровском клубника усеяна более 7 гектаров земли. Все растет. Трава растет, значит все вырастет. Мы специально вышли, очень долго вели переговоры, чтобы именно нам начали продавать эта фирма. Йойс Косинс – это знаменитый человек, который очень много вывел сортов и более 60 лет занимается именно садовой земляникой. И вот, наконец, мы получили от них саженцы в этом году. Теперь еще ждем саженцы и продолжать работать. Голландские сорта клубники Юрий выращивает не случайно. Они долго сохраняют свои качества и неприхотливы к погоде. Уже собрано более 40 тонн ягоды. Но чтобы выйти на такие масштабы, пришлось изрядно потрудиться. Рассказывает, набирался опыта у зарубежных коллег. Обучался технологии выращивания ягод у фермеров Германии и Финляндии. Потом взял гектар заброшенной земли и за работу. Сейчас на клубничной ферме трудится не один. В штате 12 сотрудников. Где сколько лет уже работали? Два года. Что тут самое главное? Ну, внимательность, наверное, потому что собрать ягоду тоже надо, чтобы было хорошее, красивое. Также не за горами сбор урожая малины и развитие земель для выращивания новых ягод – крыжовника, смородина и вишни. Являясь координатором проекта в Ярославской области «Локомотивы роста», то вот такие предприятия, на мой взгляд, предприятия сельского хозяйства, предприятия промышленности, они и являются основой и теми точками роста, благодаря которым может развиваться экономика Ярославской области. Слово всего, в Ярославской области порядка 350 агропромышленных предприятий. И за минувший год они произвели продукции на 34 миллиарда рублей. Дарья Коос, День в событиях. Если хорошему урожаю клубники погода не помешала, то жителям области она продолжает доставлять много неприятностей. Сильные дожди на этой неделе продолжались, причем страдают от последствий ливни не только жители областного центра, но и других районов Ярославской области. Экстренные службы предупреждали. И вот поплыли. В Рыбинске появился новый вид рыбалки. Теперь удить можно прямо на дороге. Ливни превратили проезжие части в реки. Затоплены несколько дачных товарищей. В социальных сетях весь день люди публикуют видеопотопа. Так, например, в деревне Соловьевское по Пашихонской дороге раскинулись полноводные каналы. Урожай на многих участках уничтожен. Пострадали и дома. В самом Рыбинске ветер повалил дерево на машину. Вода затопила некоторые перекрестки и дворы. Да что вы знаете о потопах? Слип. Рыба. Кот. Дорога. Ну, баню затопило теплицу. Наша канава просто не справилась. А вода пошла к соседям и к нам под забор. Кстати, о Рыбинске. На этой неделе получила свое развитие скандальная тема с маршрутом пятого троллейбуса. А если точнее, то суть проблемы оказалась гораздо шире. В Рыбинске прошла встреча всех заинтересованных сторон, задействованных в организации пассажирских перевозок в городе. Подробности в сюжете Натальи Антоновой. Троллейбус или автобус? Троллейбус. Почему троллейбус? Потому что они экологи. Экология лучше. Как же троллейбус? Троллейбус. Почему? Потому что мне удобнее троллейбус и дешевле проезд. Автобус, конечно, быстрее ходит. Я думаю, что троллейбусы все равно, наверное, нужны. Хоть какие-то маршруты нужны. Маршрутка. Троллейбус или автобус? Троллейбус. Троллейбус! Вы просто хорошо, комфортно. Троллейбус или автобус? Автобус. Почему? Удобнее. А чем? Без проводов. А проводам что, мешают внутри ездить? Не проедешь в удаленные районы. То есть там нет маршрута, да? Да. В России самая большая троллейбусная сеть в мире. Рогатый транспорт считается наиболее экологичным, да и он намного тише, чем автобусы. Внутри троллейбусы более комфортабельные, чем пазики. В них больше места, есть возможность поехать, например, на нем с детской коляской. Ездят они более плавно и водители рогатого транспорта практически никогда не лихачат. Правда, и разогнаться особо не могут. Автобусы, как ни крути, быстрее, не привязаны к проводам и более маневренны. Руководство города приняло решение вывести на пятую линию троллейбуса еще и автобусы. Новые условия договора появились только летом. По ним с линии пятого маршрута троллейбуса должны уйти половина машин. Увеличится интервал времени между ними. Руководство приняло решение выводить на маршрут больше шести троллейбусов. Администрация города за нарушение договора попыталась отстранить перевозчика от этого маршрута. До 1 июля все перевозчики должны работать по контракту с заказчиком перевозок. А до этого мы работали по договору на транспортное обслуживание, которое существовало с 2008 года. И он просто продлевался. И в июне месяце были вывешены на сайте администрации госзакупок условия этого контракта. Вот только мы тогда узнали, что вместо 12 машин на пятерке, которые всегда работали там несколько лет, появляется шесть. В итоге троллейбус номер пять с линии не уходит, но все же сокращен. Взамен горэлектротрансу будут предоставлены другие маршруты. Готовы рассмотреть предложение руководителя электротранса Владимира Александровича по поводу увеличения количества маршрутов. Вопрос только в том, как правильно составить дополнительный маршрут, чтобы он был востребован и необходим в первую очередь потребителям Рыбинска. Ну и соответственно, чтобы он был экономически в основном. Возможно и увеличение количества транспорта на других маршрутах, но это конкурсная процедура и она потребует времени. Все возможные варианты решения мы перевозчику предложим. Соответственно, администрация готова проработать детально все варианты, для того, чтобы перевозчик первый остался на пятом маршруте, для того, чтобы экономика предприятия работала, для того, чтобы интересы, в первую очередь, пассажиров были сохранены. Мы сейчас идем в кабинет Денису Валерьевичу уже с цифрами, картами отрабатывать варианты, как троллейбусы будут дополнительно ходить. Окончательное решение о количестве машин и возможных маршрутах будет принято в ближайшие дни. В обязательном порядке будут учитываться и мнения горожан. Уже сейчас известно, троллейбусы в Рыбинске остаются. Наталья Антонова, Сергей Мазилов. День в событиях. А сейчас коротко о других событиях прошедшей недели. Региональное следственное управление Следственного комитета начало проверку по факту отравления детей в детском саду. Семеро воспитанников из разных групп почувствовали себя плохо вследствие пищевого отравления. Трое обратились за медицинской помощью, правда, без госпитализации. В настоящее время следователями выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произультатом проверки будет принято процессуальное решение. По сообщению средств массовой информации, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователями выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям или бездействиям лиц, ответственных за детей. На этой неделе в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области прошла пресс-конференция. Продовольственный ажиотаж и дефицит некоторых продуктов в начале пандемии усилил контроль над ценами со стороны антимонопольщиков. Под пристальным вниманием оказались также лекарства и медицинские маски. Было выявлено более 150 нарушений. Все бизнесмены получили предупреждение. В случае повтора последует уже более серьезная ответственность. Это здание не закрывалось. Здесь постоянно присутствовали сотрудники, которые готовы были принять сообщения по горячей линии, дать ответы. Постоянно поддерживалась связь с Центральным аппаратом ФАС России, с Москвой. То есть мы порой консультировались по ряду ситуаций, которые возникали. Часть районов Переславля-Залеского осталась без электричества. Это не только центральные улицы, но и городские окраины. Уличное освещение пропало из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Администрация задолжала энергетикам оплату за апрель и часть мая, а это более 3 миллионов 200 тысяч рублей. Их не устраивает энергетиков половинчатые решения. Их не устроит, если мы оплатим хотя бы миллион, просрочки, потом дальше будем платить. Они говорят, платите всю сумму. Вот 3 миллиона 200 тысяч в настоящий момент нам найти достаточно сложно. На этой неделе сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводили рейды. Как среди рыбаков, так и среди лодочников. Подобные рейды по особо охраняемым природным территориям проводятся регулярно. Только с начала года их прошло более 30. Выявлено 59 нарушений требований природоохранного законодательства. Почти все получили штрафы. Уловом ревизоров стало пополнение бюджета на 1 миллион 250 тысяч рублей. Чем больше мощность лодочного мотора, тем, скажем так, лодка движется быстрее, создает более высокую и мощную волну, которая приводит как к размыванию берегов. В период нереста рыбы влияет на благоприятные условия для нереста, для гнездования птицы. Намайнил счета на миллионы. В Ярославском районе, вблизи Кузнечихи, выявлена ферма по добыче криптовалюты, которая, как выяснилось, промышляла воровством электроэнергии. Ее владелец решил схитрить и подключиться к электросетям в обход счетчика. Правда, не учел, что у энергетиков все на контроле. Как вычислили горе бизнесмена и к каким ЧП может привести незаконное потребление электроэнергии, расскажем в следующем сюжете. День добрый. Я Рэнерго. А в ответ тишина. Для хозяина по ту сторону забора визит энергетиков сравним со страшным сном. Ведь он незаконно подключился к линии электропередачи и организовал за этим высоким забором посреди поля так называемую майнинговую ферму для добычи криптовалюты. Специалисты говорят, отследить таких горе предпринимателей труда не составляет. Характерные звуки работающих вентиляторов охлаждения и блоки питания. 4G-антенны, видеонаблюдение за дорогостоящим оборудованием. А по документам здесь должен быть обычный жилой дом. Мы анализируем узлы нашей сети. В результате очередного анализа по сетям, по балансам сетей, были выявлены определенные отклонения. Оперативные наши бригады поехали смотреть, что вообще происходит на сети. То есть небалансы – это значит, что что-то не так, что кто-то подключается к сетям и помимо счетчиков потребляет электрическую энергию. Сейчас майнинговая ферма отключена от питающей линии, а криптовалютный бизнесмен заплатит за украденное электричество около 2 миллионов рублей. Плюс придется объясняться перед правоохранителями. Ведь такая ферма не только наносит ущерб энергетикам, но и ставит под угрозу безопасность местных жителей. Потребление вот таких вот непосредственно объектов, оно значительное и сопоставимо в данном случае, к примеру, электропотребление трех девятиэтажных домов. А происходит это в населенном пункте рядом с обычной деревней. Такая нагрузка очень серьезная, она может повлечь за собой очень негативные последствия. У нас в России уже зафиксированы были даже случаи пожаров от таких нагрузок. Именно пожаров возникающих, которые там могут распространить свое действие на те же населенные пункты, которые расположены рядом с такими майнинговыми фирмами. Кроме серьезных ЧАЭС, такая организация по добыче криптовалюты отразится на качестве электроэнергии для местных жителей. Могут появиться перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения и даже отключения света. А если хищение электроэнергии происходит в многоквартирном доме, то не обрадует и счета за электричество. Украденное одним будет распределяться на всех через тариф за ОДН. Во избежание негативных последствий специалисты призывают жителей быть бдительными и сообщать о подобных фактах энергокомпании по телефонам, указанным на экране. Дарья Коос, Денис Сахаров, День в событиях. Несмотря на то, что об окончании эпидемии коронавируса говорить пока еще рано, тем не менее Ярославская область постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Правда, с соблюдением всех мер предосторожности. В самый разгар пандемии трудно было всем, но особенно пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. И здесь ярко проявились такие качества наших жителей, как доброта, милосердие, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Благодаря акции «Вирус добра» 553 семьи и 1341 ребенок в регионе получили помощь в период пандемии. На этой неделе во Дворце молодежи состоялось награждение предпринимателей, участников этой доброй и такой важной инициативы. Акция «Вирус добра» стартовала 6 апреля этого года по инициативе подразделения по делам несовершеннолетних у МВД России по Ярославской области совместно с волонтерами Ярспаса. Самых активных участников отметили благодарственными письмами руководства областной полиции. На этапе формирования и строительства завода комбинат испытывал много трудностей и правительство области внесло существенный вклад и помощь в развитии и строительства данной фабрики. Поэтому на следующий день, когда мы достигли некоторого этапа развития и некоторых высот, мы считаем нашим долгом помогать людям в ответ. Напомню, цель акции оказать помощь нуждающимся семьям с детьми в период эпидемии коронавируса. Предприятия и организации региона откликнулись на призыв организаторов акции и приняли участие в формировании продуктовых наборов и доставке их непосредственно нуждающимся семьям. Любые трудности у нас раскрывают какие-то, наверное, дополнительные человеческие ресурсы. Нужно помочь детям. Поэтому я лично отношусь ко всем детям как к своим. Поэтому для меня это было очень важно. И я, соответственно, не только я откликнулся, я постарался сделать так, чтобы максимальное количество людей, кого я знаю, рассказать им об этом. И они были проинформированы и сами с удовольствием приняли участие, потому что это было искренне, от сердца, от души, чтобы действительно как-то помочь, как-то поддержать. Понятно, что ситуация была такая экономически для всех тяжелая, но в то же время мы прекрасно понимали, что есть вот именно эти семьи с детьми, на ком такая ситуация скажется в первую очередь и очень сильно. Поэтому так вот собрались, объединили усилия и постарались помочь тем, кому очень надо. Тема детства, поддержки семей с детьми по-прежнему остается в приоритете. Лето в разгаре, а это время отдыха в детских оздоровительных лагерях, которые в условиях пандемии не прекращают свою работу. Эту тему обсуждали в среду на заседании областного правительства. С 20 июля в регионе заработали дневные, пришкольные, трудовые и профильные лагеря. Продолжительность смены от 14 до 21 дня. В целях безопасности соблюдаются все необходимые меры профилактики. Напомним, летняя кампания стартовала 6 июля с открытия загородных лагерей. При заезде и дети, и взрослые проходят медосмотр. У всех сотрудников берутся анализы на наличие антител ковид-19. Кроме того, лагеря наполнены лишь наполовину. На организацию отдыха и оздоровления в 2020 году в области выделено около 120 миллионов рублей. Планируется, что в 2020 году в летних лагерях области всего отдохнут 17 тысяч детей. Начали работать лагеря дневной формы пребывания. И сегодня в Ярославском и Тутаевском муниципальных районах уже 10 лагерей такой формы работают. Постепенно начинают работать профильные лагеря. И также уже два лагеря профильных запустилось. Всего будет 45. 325 лагерей дневной формы пребывания. 20 загородных лагерей. Летний отдых в этом году проходит в необычных условиях. Привычные зарубежные курорты не сразу открывают свои границы, в том числе и для наших туристов, боясь новой волны эпидемии. Но лето такое короткое, что хочется успеть насладиться солнечным светом, теплом и скупаться в море. Одним словом, зарядиться положительной энергией на предстоящую осень и зиму. Сегодня много туристов отправляются отдыхать на курорты нашей страны. Но любой отдых, где бы он ни проходил, удовольствие не дешевое. Особенно в нынешних экономических условиях. Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в России. Об этом накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа начнет работать уже в августе 2020 года. Пока же более 220 жителей области ждут своего возвращения из-за границы. Именно столько заявлений еще подано через портал Госуслуг. Замечу, что более 250 жителей уже смогли вернуться домой. И в этом вопросе им помогает правительство региона. Работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Миронова совместно с Минкомсвязи России и с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации во взаимодействии с посольствами стран за рубежом. За весь период пандемии в Ярославскую область вернулись наши земляки из 40 стран мира. Среди тех, кто возвращался домой, в основном студенты, ярославцы, работающие за рубежом, а также участники гуманитарных миссий. На этой неделе планируется доставка наших жителей из Таджикистана, Кореи, Киргизии и Испании. Ну а для тех туристов, кто решил посетить нашу область, кроме архитектурных достопримечательностей, есть возможность посмотреть нечто необычное, ощутить атмосферу и почувствовать местный колорит. В Ростове энтузиасты выиграли грант и построили веселый балаганчик. В первом представлении поучаствовала моя коллега Наталья Антонова. Пирожки! Горячие пирожки! Вот на память подходим, не стесняемся! Какие пирожки? Хватит халтурить! Сейчас здесь театр будет! Пирожки закрываются, театральный балаганчик открывается. Совсем недавно из вагончика на колесах и правда продавали булочки. Расписным веселым балаганчиком он стал благодаря режиссеру и директору Ростовского театра. Александр Соломатин мечтал подарить городу открытые представления, не привязываясь ни к одной площадке. Свой проект представил на молодежном форуме Таврида в Крыму и взял грант на его реализацию. Нужно пройти очный этап, где за три минуты ты перед экспертами должен рассказать с горящими глазами, как ты это видишь, что ты хочешь сделать. И так практически человек 200 каждую смену пытаются захватить жюри, захватить экспертов своими проектами. Ну, как-то получилось. Видимо, они в меня поверили хорошо. Претворение мечты в реальность началось с красочного проекта. Благодаря местным умельцам будущий народный театр лишился полок с продуктами, зато приобрел выдвижную сцену. Опускаются такие упоры. Вагончик у нас может на любом месте расположиться. И в любом месте мы сможем сыграть какое-нибудь представление, балаган. Остались еще небольшие отделочные работы внутри. И уже с начала августа театральный балаганщик будет давать концерты на площадях и улицах Ростовского района. Балаганщик с виду хоть и кажется небольшим, но на самом деле вещь многофункциональная. Идеологи проекта собираются здесь проводить и кукольные спектакли для самых маленьких, и представления для тех, кто постарше, и использовать его в качестве кинотеатра под открытым небом. Детские театральные постановки спектакли, кукольные спектакли, концерты вокальных наших артистов. Рядом с нами всегда будет появляться ярмарочная тематика. Мы можем привлекать уличных артистов, молодежь. У нас фриуэй, клуб около циркового искусства. К яркому действию нужна профессиональная видеосъемка и монтаж. Благодаря все тем же энтузиазмам в Ростове появится мастерская синематографа. Грант на нее получили опять же на Тавриде. Молодых операторов и фотографов будут обучать в театре. А в конце года пройдет фестиваль краткометражных фильмов и фотографий. Ростов в кадре. Наталья Антонова, Константин Дмитриев. День в событиях. Шествие бессмертного полка перенесено на следующий год. Ранее всероссийскую акцию памяти погибших в Великой Отечественной войне планировалось провести 26 июля. Но в связи с эпидемиологической обстановкой организаторы памятной акции предложили перенести шествие бессмертного полка на 2021 год. Владимир Путин поддержал это предложение и отметил, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей. Также глава государства добавил, цитирую, «что в следующем году бессмертный полк пройдет широко, мощно, по достоинству, красиво». Конец цитаты. Тем временем по-настоящему детективная история с установкой памятника молодому солдату времен Великой Отечественной войны произошла в деревне Яснище Некрасовского района. Местный житель не смог пройти мимо разрушенной скульптуры и своими силами решил ее восстановить. К делу привлек односельчан и мастера, который, как выяснилось позже, ее автор. Подробнее о непростой судьбе памятника молодому солдату и о неравнодушии местных жителей наш следующий сюжет. Установка памятника молодому солдату в поселке Ясничий на центральной улице нашего поселка. Это вот улица Советская. Сергей Большаков записывает видео для своих друзей и единомышленников. Дать вторую жизнь памятнику молодому солдату и добиться его установки было задачей непростой. Тем более, что началось все со случайного стечения обстоятельств. Сергей из деревни Яснище оказался во дворе Ярославского дома художников. Зашел по делам. Увидел там бесхозно валяющийся памятник молодому советскому солдату. И не смог пройти мимо. Он такой непристойный вид имел. И я как человек-патриот, просто мне стало стыдно и больно за это. И в промежутке какого-то времени, все-таки делами, так назовем, дома художников, мне его подарило. Я приехал на машине на легковой с прицепом. И мы втроем его водрузили в легковой прицеп. Тяжело было, да, не спорю, как бы. Грузили мы его часа три. Так 800-килограммовый памятник обрел новую прописку. Но тогда говорить об его установке было рано. У памятника не было руки и автомата. Сергей через знакомых вышел на Ярославского скульптора. Михаила Гаймединова, который согласился помочь. А дальше, как в кино. В этом памятнике мастер узнал свою работу. Как оказалось, это была рабочая модель. Слепок с памятника, который стоит в Подмосковье. Я его установил, вылепил заново. Ни рук, ни автомата не было. Мы же все это делаем для детей наших. Чтобы дети нами гордились. Когда навели красоту, встал вопрос о выборе места. И тут к делу подключились все жители деревни Яснища. Споров было много, но в конце концов решили. Памятник должен стоять на перекрестке улиц Советская и Юбилейная. Получилось символично. Очень красивая, добрая, светлая инициатива, которую, конечно, надо поддерживать. Они к нам обратились, инициативная группа в свое время, с просьбой помочь узаконить этот процесс. Чтобы правильное место, правильно выделен земельный участок. И честно расскажу, что было очень много споров. Взгляд местной администрации, взгляд самого инициатора, местных жителей, где лучше разместить этот памятник. Ну так, мягко сказать, чуть до драки не дошло. Но в итоге все хорошо. Вроде как все довольны, все счастливы. Но и на этом Сергей и его единомышленники останавливаться не собираются. Следующий шаг – благоустроить территорию вокруг памятника молодым воинам Великой Отечественной войны. Люди считают, что память о тех, кто отдал свою жизнь за защиту Отечества, должна жить вечно. Дарик Оос, День в событиях. С 1 июля в Ярославской области начал действовать новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Накануне в нашей рубрике «Финансовая экспертиза» мы рассказывали, что это за налог и для кого он предназначен. Сегодня мы продолжим разговор и узнаем, как зарегистрироваться плательщиком этого налога, в чем его преимущества и какие есть ограничения при его применении. Поможет нам в этом начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального управления Федеральной налоговой службы России Наталья Воробьева. Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог». Зарегистрироваться можно также на сайте ФНС России с помощью портала Госуслуг и через уполномоченный банк, список которых есть на сайте ФНС России. Самый простой способ зарегистрироваться – через личный кабинет на сайте ФНС России. Тогда вам понадобится только ИНН и пароль от личного кабинета. Если нет личного кабинета, можно использовать логин и пароль от портала Государственных услуг. Если личного кабинета нет, тогда добавится дополнительный шаг при регистрации. Мобильное приложение «Мой налог» предложат отсканировать паспорт и сделать селфи. Весь процесс регистрации сопровождается подсказками, и он достаточно прост. Индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться через уполномоченный банк. В отношении индивидуальных предпринимателей есть небольшая особенность. Это если индивидуальный предприниматель уже применяет какой-либо другой специальный налоговый режим, например, упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельхозтоваропроизводителей, либо единый налог на вмененный доход. Такой индивидуальный предприниматель должен в течение месяца со дня регистрации в качестве самозанятого направить в налоговый орган уведомление о прекращении использования данного налогового режима. Индивидуальные предприниматели, которые являются налогоплательщиками патентной системы налогообложения, не смогут зарегистрироваться в качестве самозанятого, пока у них есть действующий патент. И как вариант они могут направить в налоговый орган уведомление о прекращении деятельности с использованием патента. При применении налога на профессиональный доход установлен лимит по полученным доходам. Они не могут превышать 2 миллиона 400 тысяч в год. Как только этот доход превышен, возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц, а индивидуальные предприниматели могут перейти на иной специальный налоговый режим, уведомив об этом налоговый орган, например, на упрощенную систему налогообложения. Вот те доходы, которые налогооблагались налогом на профессиональный доход, пересчитывать не нужно. Применение налогового режима не предусматривает представление какой-либо отчетности в налоговый орган. Все продажи осуществляются с использованием мобильного приложения «Мой налог». Происходит это через добавление новой продажи. И нужно указать наименование товара, работы или услуги, а также стоимость этой услуги. Чек сформированный можно направить клиенту на мобильный телефон, на электронную почту, можно распечатать, передать лично. Также его можно считать по QR-коду с мобильного телефона продавца. Уплатить налог очень просто. Налоговый орган в автоматическом режиме пришлет квитанцию в мобильное приложение «Мой налог». И уплатить этот налог можно как с использованием приложения «Мой налог». Можно на портале госуслуг. Можно распечатать квитанцию и прийти с ней в банк, в терминал, в банкомат. С помощью любой платежной системы, с помощью вашего мобильного банка. Немаловажным плюсом данного режима является нет обязанности по уплате страховых взносов. Но пенсионное страхование можно осуществлять добровольно. Еще одна медаль в коллекции. Ярославна Анастасия Галашина стала третьей на Кубке России по пулевой стрельбе. Он проходил в Подмосковье. Бронзу Галашина взяла в стрельбе из пневматической винтовки с 10-метрового расстояния. Впереди оказались представительницы Ижевска и Оренбурга. Отрыв от четвертого места приличный. Больше 20 очков. Кубок страны завершится 25 июля. Утром лед, вечером зал. Молодежная хоккейная команда «Лока» готовится к новому сезону. Ярославцы тренируются в арене 2000 на уменьшенной площадке. Коробка в ширину сократилась на 2 метра. Теперь она 60 на 28. «Лока» поделен на три группы. В занятиях участвуют игроки «Лока-юниора», а также группа хоккеистов 2004 года рождения. Небольшие изменения есть и в тренерском штабе молодежки. Александр Ардашев стал главным тренером, а Игорь Миляков теперь его помощник. Вместе с ними Денис Гребешков, переводивший Крейгом, Октавиша и Майкла Пеллина в основном локомотиве. Первый товарищеский матч у «Лока» 5 августа с мытищенским «Атлантом». Он пройдет в Ярославле. Затем команда Александра Ардашева сразится со ступенским капитаном. Проведет еще два матча с теми же соперниками в гостях. И отправится на турнир в Тулу. Он стартует в середине августа. Все соблюдают те требования, которые мы требуем от них. Все идет в нормальном режиме. Много молодых ребят. Поэтому надо сначала обучить, а потом уже будем требовать. Да, очень много не хватало. Первые дни было очень тяжело, особенно первую неделю. Ноги так стояли, было тяжело задыхался. А так, ну все в одинаковых условиях. У кого было ли, такого нет. Хорошо, что у нас никто в команде не болеет. Тем временем за практикой в город, где началась карьера. Нападающий Торонто Егор Коршков в следующий сезон может провести в Локомотиве. По информации одного из интернет-изданий, стороны ведут переговоры об аренде. За кленовых листьев 24-летний Коршков провел ровно одну встречу. И отметился заброшенной шайбой. Большую часть чемпионата нападающий провел в АХЛ. И в 44 матчах за Торонто Марлис забросил 16 шайб и сделал 9 передач. В Локомотиве Коршков дебютировал в 2014 году. В 2016 вместе с Лока взял кубок Харламова. Такой была прошедшая неделя. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. Всего хорошего. Конец июля спешит порадовать потеплением. Но и на дожди с грозами будет необыкновенно щедро. Здравствуйте, эфире «Прогноз погоды» с вами на Давыдово. С самого начала недели солнце будет редко показываться из-за тучи облаков. Температура начнет расти. И уже в воскресенье достигнет плюс 28 градусов. К концу недели дожди закончатся, и мы дождемся ясной погоды. Редактор субтитров А.Семкин